МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С недовольной результатом реконструкции больничного взвоза. Журналистика, СММ-технологии и репортажное фото. В Бийске начал работу марафон лидеров студенческого самоуправления. Сдать экспресс-анализ и задать вопрос напрямую специалисту. В Бийске состоялась конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Сознательное искажение фактов или банальная безграмотность. Прокуратура Бийска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в части предоставления полных достоверных сведений о доходах, расходах и имуществе депутатами Думы Бийской и членами их семей. В результате прокурорской проверки выяснилось, что из 30 депутатов действующего созыва Бийской Думы, 17 несли в декларацию искаженные данные о личных доходах и доходах членов семей. Чаще всего депутаты не указывали доход от продаж автомобилей или вовсе забывали о том, что владеют автотранспортом. Нижняя планка неуказанных доходов – 3000 рублей. Я фактически в этом уверен, что это ошибочно, потому что Дума молодая, первый год, несмотря на то, что аппаратом Думы проводилось обучение депутатов, но допущены были ошибки, неточности, поэтому ничего страшного. Сейчас разберемся в каждом конкретном случае, в этом время какие-то решения, дадим ответы. Ошибиться, конечно, может каждый. Однако надо понимать, что большинство бийских депутатов так или иначе имеют отношение к предпринимательской деятельности и налоговой декларации заполняли уже не раз. Странно, что из 17 депутатов трое свои доходы даже завысили, в том числе вечный оппозиционер Корчагин. В списке прокуратуры есть и депутаты со стажем – Людмила Бузунова, Игорь Степанов, Александр Хлыновский. И вряд ли Людмила Андреевна сознательно умолчала о продаже супругам старого «Жигуленка» ВАЗ-21213 на сумму 15 тысяч рублей. Не хочется думать, что ее коллега по партии «Единая Россия» Николай Белозеров сознательно снизил размер своего дохода с основного места работы почти на 800 тысяч. Что касается партийной принадлежности, то приступ безграмотности в момент заполнения декларации испытали представители всех думских фракций, начиная от эсеров и заканчивая коммунистами. На основании проверки прокуратура города требует рассмотреть вопрос о возможности досрочного прекращения полномочий депутатов, допустивших нарушение статьи 12 Федерального закона о противодействии коррупции. Надо понимать, что при таком развитии событий состав Думы Бийска сократится более чем в два раза. Разработаны дисциплинарные взыскания и уставам Думы. Будут ли они рассматриваться в качестве мер и доказания за допущенные нарушения при заполнении деклараций, председатель Думы Сергей Ларейкин пока не сообщает. Остается ждать заседания Думы, то есть 22 ноября. Очередной казус, который попал в действующий созыв Думы, при любом раскладе приятным не назовешь. Будь то правовая неграмотность или сознательное искажение фактов. Буквально срезают с городских улиц несанкционированные рекламные конструкции. Сегодня специалисты Бийской службы спасения ликвидировали самовольно установленный билборд в районе Зеленого Клина. Оплатить проделанную работу придется собственнику счета. В Бийске продолжается борьба с незаконным размещением рекламных конструкций. Сегодня был демонтирован очередной билборд. Как пояснила главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Бийска Ольга Устинова, ранее собственнику выдали предписание убрать нелегальную установку. Однако, собственник, судя по всему, решил этого не делать. И потому за него это сделали сотрудники службы спасения. Правда, теперь за их услуги плюс за хранение баннера предпринимателю выставят счет. Добавим, что на сегодняшний день комиссии выверено порядка трех десятков конструкций вне закона. Все они будут демонтированы в ближайшее время. Лучше, чем было, но ожидали большего. Сегодня от бичан все чаще можно услышать именно такое определение качества проделанных работ. Касается это, как правило, дорожного ремонта. Нет среди отличников и больничного взвоза. Реконструкции этой улицы жители Наукограда ждали давно. Однако, итоговый результат впечатлил далеко не всех. Больничный взвоз. Еще недавно эта улица считалась главным позором Бийска. И хотя этот участок входит в так называемый гостевой маршрут, состояние полотна здесь было просто ужасным. Ездить по ямам и колдобинам приходилось не только местным жителям, но и гостям из соседей городов и регионов. Я часто езжу на автомобиле, все время по почкам. Стыдно было за наш город. Проезжающий в Белокурику, в Горнолтайск, с Новосибирска, с Кемеровского. Осенью ситуация на одной из главных артерий Наукограда начала меняться. На объект зашла тяжелая техника. Специалисты Бийского предприятия ДСУ-1 начали капитальный ремонт. До октября подрядчик должен был освоить порядка 30 миллионов. И привести больничный взвоз в порядок. Однако работы до сих пор продолжаются. Сейчас я не знаю, что делать зимой. Что будет летом, непонятно от такой работы. Были теплые дни. Я ездила и на автобусе здесь ездила, и пешком ходила, когда ухабы были. По три дня теплых было. Никакой машины, никаких машин, никакой рабочей техники не было. Так было удивительно. Ну а теперь вот, что-то делать. Зачем? Согласно техзаданию, строители должны были привести в порядок не только проезжую часть протяженностью 800 метров. Реконструкция касалась тротуара и линий уличного освещения. По факту пешеходы остались не у дел. Дорожку лишь разровняли. Асфальт появился только на спуске. Ну этот асфальт, я думаю, он вместе со снегом растает весной. Весна покажет. А вообще они не успели. Не успели. Они поздно начали. Кто же делает зимой? Ну у нас всегда начинает уже в конце лета. В социальных сетях появился ролик, где видно, как свежий асфальт вздулся и потрескался. И это при том, что пролежал он всего несколько недель. Он весь такой. Я думаю, что наша администрация, прежде чем платить деньги, должна хотя бы прийти и посмотреть, за что она платит. Потому что это новое. Недовольны остались не только пешеходы. У водителей вызывает ряд вопросов дорожное полотно. На некоторых участках оно словно стиральная доска. По той стороне точно. Прям едешь как на трамвае. Дорога на больничном взвозе стала безусловно лучше. Но назвать ее идеальной, пока язык не поворачивается. Сегодня мы проведем эксперимент. Подробнее расскажу вам далее. Суть эксперимента в следующем. Мы взяли бутылку, наполненную водой, поставим ее на панель и посмотрим, на каких же участках асфальт лежит наиболее неровно. Пока асфальт ровный, вода особо не бултыхается в бутылке. Вот уже видно, пошла дрожь по воде. Больничный взвоз – дорога, по которой в день проезжают тысячи машин. А в летний период и того больше. Поэтому она является, можно сказать, лицом нашего города. И пока оно с морщинками. Анастасия Исаева, Иван Зявлицкий. Будни. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Журналистика, СММ-технологии и репортажное фото. В Бийске начал работу марафон лидеров студенческого самоуправления. Сдать экспресс-анализ и задать вопрос напрямую специалисту. В Бийске состоялась конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Рады сообщить. Детский мир возродился. Открылся новый магазин детской одежды и обуви «Радуга». Ждём вас в торговом центре «Фортуна». АЭС «Финанс». Тариф единый. 13,5% годовых. Теперь сроком от одного месяца до пяти лет. Инвестируй в будущее. Звоните. 8 800 303 47. Природно-родниковая вода из самого сердца Алтая. Вода манжерокская. Уникальный состав. Высокое качество. Вода манжерокская. Совершенство в каждой капле. Принимаем заявки на доставку чистой и полезной воды домой и в офис по телефону 555 015. Радо. Мы создаём совершенство для вашего комфорта. Он покорил сердца миллионов своей скромностью и талантом. Искренний голос, льющийся прямо в душу. Иеромонах Фотей. 23 ноября. ГДК. Как сделать из сказки новость, не бояться камеры и выбрать удачный план? Сегодня об этом не только рассказывали гости марафона лидеров студенческого самоуправления. А программа форума настолько насыщенная, что её разбили на три дня. Мы попробуем создать именно из тех людей, которые будут предлагать. И чтобы они и реализовывали. Есть такая народная мудрость, когда говорят, что отвергаешь предлагай, предлагай и действуй. Вот по этому принципу будет построен сегодняшний марафон лидеров студенческого самоуправления. Если тебе что-то не нравится, предложь, что лучше. И не просто предложь то, что лучше, но и реализуй своё предложение. Около сотни студентов и школьников. Все они стали участниками масштабного марафона, организованного на базе Алтайского гуманитарно-педагогического университета. Это ежегодный форум, традиционно в первый день для первокурсников проходит квест «Мой город, мой университет». Также сегодня проходили мастер-классы по двум направлениям. Это студенческий актив и студенческая СМИ. Добавим, что на одной из площадок спикерами выступали сотрудники «Бийской медиагруппы». Выпускающий редактор Анастасия Исаева рассказала участникам о том, как строятся новостные выпуски, из чего начинать перенаписание сюжета и как избежать волнения перед камерой. Оператор «Бийского телевидения» Сергей Дыровских объяснил, зачем нужно менять планы, как не допустить ошибки при монтаже материала. И, конечно, отвечал на вопросы гостей площадки. Если человек пришел сюда заинтересованный в этой сфере, то есть ему нравится СМИ, он хочет научиться фотать, научиться, как правильно разговаривать, правильно вести. И поэтому, мне кажется, это большой опыт, вклад в себя. Сдать экспресс-анализ и задать вопрос напрямую специалисту. Бийчане повысили свои знания о сахарном диабете, о здоровье сердца и акцентировали внимание на здоровом образе жизни. В городском Дворце культуры прошла конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Общий тренд сейчас — быть здоровыми. И быть здоровыми нужно не просто на словах, а необходим каждому человеку определенный комплекс мер, который позволит прожить жизнь активную, долгую и счастливую. В Алтайском крае около 3,5% населения болеет сахарным диабетом, потому эта проблема становится актуальнее с каждым годом. Особенности борьбы с диабетом вийчанам объясняли сразу несколько специалистов. Это кардиолог, эндокринолог и кинезотерапевт. Желающие сделали экспресс-анализ уровня сахара в крови, задали интересующие вопросы специалистам здравоохранения. В рамках программы конференции участники прослушали лекции, получили рекомендации по питанию при сахарном диабете, а также узнали о современных методах самоконтроля уровня сахара в крови в домашних условиях. Добавим, что при первых же подозрениях на диабет специалисты рекомендуют обращаться к терапевту. А что знают о диабете жители нашего города? И верят ли они в миф о том, что те, кто ест много сладкого, находятся в зоне повышенного риска? О, я сама диабетика. Я считаю, это эпидемия в стране. То есть каждый третий – это точно диабетика. У нас в семье трое диабетиков. Ничего нельзя есть. Я если после шести не ем до следующего дня, то у меня, ну, 12, может быть. А так, чтобы вот у меня была норма, нет, такого не было. Ой, о диабете так много говорят. Это очень серьёзное заболевание. Поэтому надо следить за своей диетой. Я знаю только, что у них возникают потом проблемы со зрением и с конечностями. Вот и всё. Хорошая болезнь. Обалденная. Просто всё рушится сразу. Ну, есть вероятность заболеть, если много сладкого кушаешь. Вот. И вообще переедать не надо. Это, ну, перегружать поджелудочную. Ну, вам надо лучше спросить. Те, кто страдает диабетом, наверное, вам больше информации даст по этому вопросу. Ну, я думаю, наверное, влияет сладкое. Вы знаете, мне кажется, это не от этого зависит. От того, что у вас вот здесь. Больше всего всё зависит от разума, в принципе. А всё остальное можно выправить. И диабет тоже. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – Центр проктологии и урологии «Медлайн». Комфортное лечение проктологических заболеваний без операции и больничного. Современный проктологический центр в Бийске. Лечение геморроя без операции и больничного. Только до 30 ноября. Приём проктолога – всего 350 рублей. «Медлайн» 307-308. Итак, завтра, 16 ноября, в Бийске будет пасмурно и снежно. Утром возможен туман. Ветер западного направления умеренный. Атмосферное давление и влажность воздуха очень высокие. Магнитосфера спокойная. Температура днём и ночью будет похожа – от 4 до 6 градусов ниже нуля. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живёт весна. А я напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на ютубе. Счастливо ещё увидимся. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова